Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня мы будем воздействовать на орган мочевого пузыря через точку Гуань-Юань-Шу. Но не забывайте, пожалуйста, что точка Гуань-Юань-Шу – зеркальное отражение точки Гуань-Юань, которое расположено вот в этой вот области. Мы уже показываем неоднократно этот миллиардер. В каком состоянии орган мочевого пузыря? Вот здесь самая сложная диагностика, запомните, органа мочевого пузыря. Глазами восточной медицины, она простая. Глазами западной медицины очень сложная диагностика мочевого пузыря. На Востоке все просто. Если меридианы воспаленные, это все воспаление может отразиться на мочевом пузыре. Почему? Потому что все 12 меридианов контролируют мочеполовую систему, как у мужчин, так и у женщин. Понятно. Если 12 меридианов слабый и вялый, слабый и вялый и орган мочевого пузыря. Вследствие чего все различные проявления цистита, воспалительных процессов, слабости, вялости, камни в почках, песок, стенки мочевого пузыря воспаленные. Здесь уже и онкология, и рак. Только единственное, я в своих лекциях частенько говорю, но многие не слышат, вот не слышат люди, что когда вы попадаете в больницу, я извиняюсь, и вам ставят диагноз, вы точно должны четко у вашего лечащего врача выяснить, ваш орган слабый или он воспаленный. Частенько западная медицина говорит так, у вас воспаление. Вот это воспаление пройдет, и тогда все станет на свои места. А увы, извините, восточная медицина здесь не соглашается никогда. Мы только сделаем выводы, когда проведем диагностику 12 меридианов и увидим все же. Все 12 меридианов воспаленные, тогда воспалена мочеполовая система. Почему? Потому что все 12 меридианов своими внутренними ходами, 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 как называть это, лабиринтами, мы так скажем, контролируют мочевой пузырь. Вот в каком они состоянии. Понятно, да? И точка Гуань-Юань, и точка Гуань-Юань-Щу являются основными точками, где мы напрямую работаем, напрямую, не через меридианы, напрямую работаем с органом мочевого пузыря. При всех воспалительных процессах точка Гуань-Юань расслабляется, Гуань-Юань-Щу тоже самое расслабляется, дабы убрать эту избыточную энергию. И наоборот мы работаем. Когда провели диагностику 12 меридианов, у человека слабый, вялый, 12 меридианов нет энергии, вследствие чего страдают органы. Тогда мы точку Гуань-Юань тонизируем. Лучше всего прогревать, я сейчас расскажу, вместе с точкой ВЦ6-ЦХ. И также прогреваем точку В26 Гуань-Юань-Щу. Как ее прогревать? Лучше всего поставить сюда, на область данной точки, электронную грелку, либо обыкновенную грелку, только не очень горячую сразу говорю, а чтобы очень легко и мягко прогревало данную область. Вот тогда вы постепенно, еще раз говорю, не сразу, как некоторые там лекторы говорят, ты помассажируй эту точку, у тебя сразу гармония, там не будет гармонии. Вы постепенно должны наращивать эту энергию, если недостаток, и вы постепенно должны расслаблять эту энергию, если в избыток. Вы не имеете права и не получится у вас сразу дать энергию, и не янь там, чтобы хватило, и сразу забрать всю энергию, и не янь, если она воспалена. Пожалуйста, просто внимательно будьте, нету такого в природе. Сразу раз, год и прошел. Нет, каждый день, 365 дней, они проходят со своей энергетикой и ритмой, то же самое в наших органах и системах. Вы помните, данная точка, В26 Гуань Иван Шу, точка универсальная при лечении, либо восстановлении функции органа мочевого пузыря. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.